10 правил, которые помогут жить дольше и чувствовать себя превосходно. Что влияет на здоровье и продолжительность жизни? Специалисты выделяют 5 основных факторов. Стресс, наследственность, экология, физическая активность, питание. 85% влияния на качество жизни приходится именно на питание, физическую активность и стресс в совокупности. Это те области, которые мы можем и должны взять под контроль. Системный подход к здоровью и долголетию можно проиллюстрировать в формуле А плюс Б плюс С плюс Д. ABCD. A – это Active, то есть активный образ жизни. B – это Building, строительный материал. C – это Cleaning, очищение. D – это Defense, защита. Active. Для людей старше 40 лет физическую тренировку можно считать единственной возможностью противостоять естественным процессам старения. Суставной хрящ не снабжается кровью, ему необходима регулярная двигательная активность. Движение способствует поступлению в суставной хрящ необходимых питательных веществ. Правило первое. Для правильной работы организма полезно каждый день преодолевать дистанцию в 6-10 тысяч шагов. Для подсчета можно установить на телефон приложение Pacer. Начните с прогулок продолжительностью 5-10 минут и постепенно увеличивайте их длительность. С активным образом жизни все более-менее понятно. Это вопрос дисциплины. Что же касается питания, Building, тут все гораздо сложнее. По оценкам экспертов, более 90% проблем со здоровьем так или иначе связаны с питанием. Статистика ожирения в странах постсоветского пространства следующая. Страдают от лишнего веса 54% мужчин и 59% женщин. Страдают от ожирения 15% мужчин и 28% женщин. На фоне ожирения развиваются рак, заболевания печени и желчевыводящих путей, болезни толстой кишки, диабет, патология пищевода, ишемическая болезнь сердца. По прогнозам ВОЗК к 2030 году от заболеваний, связанных с избыточным весом, люди будут умирать в 5 раз чаще. Ну а если у меня нет избыточного веса, значит с моим питанием все окей? Далеко не факт. Вполне возможно, ты просто худой толстяк, страдающий саркопеническим ожирением. Это диагноз, который получил общепринятое клиническое определение совсем недавно, всего лишь в 2010 году. Позже это состояние тела начали назвать skinny fat, дословно худой толстяк. Диагноз обозначает людей, которые находятся в пределах диапазона своего нормального веса, но при этом имеют слишком много жира и слишком мало мышц. То есть нужно учитывать и сам вес человека, и из чего этот вес состоит. Соотношение жировой и мышечной массы. Новейшие исследования показали, что более 40% из тех, кого раньше не считали людьми с лишним весом, это худые толстяки. То есть есть люди, у которых проблема лишнего веса очевидна. Это 69% мужчин и 87,5% женщин. И есть люди, у которых такая же проблема лишнего веса, но она визуально не очевидна. Это 13% мужчин и 6% женщин. Получается, что проблемы с лишним весом есть у 82% мужчин и у 93,5% женщин. Чем опасно состояние худого толстяка? Люди с skinny fat, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеют самый высокий рейтинг смертности. Каждый четвертый находится в состоянии преддиабета, уже болеет диабетом или имеет проблемы с составом крови. Определить человека с телосложением skinny fat можно по следующим признакам. В одежде выглядит стройным, без нее дряблым. Руки слабые, мышц на них мало. Жир на животе нависает над поясом брюк. Низкая выносливость, например, подъем по лестнице. Нарушение стула, недостаток энергии. Избыточный вес – это индикатор, который показывает, что в организме что-то идет не так. Главная опасность худых толстяков – это беспечность. Их проблема не так заметна, поэтому они думают, что с их здоровьем все окей. Это как в игре Тетрис. Человек ставит кубики неверно, но игра еще продолжается. Так же и с питанием. Человек питается неправильно, и пока проблема не набрала критической массы, все вроде хорошо. Игра продолжается. Так что же не так с нашим питанием? Может возникнуть вопрос, что значит питаться неправильно? Ведь я и так не ем фастфуд, стараюсь меньше употреблять в пищу сладкое и мучное, не курю и не пью алкоголь, стараюсь есть больше фруктов и овощей, не ем после шести. В обществе бытует стереотип, что основная проблема – это фастфуд, переедание, сахар, но это только то, что на поверхности, верхушка айсберга. Главная причина – это хронический клеточный голод. Наш ежедневный рацион питания включает в себя избытки и катастрофически нуждается в восполнении дефицита. Избытки – это жиры, пустые углеводы, соль, сахар, алкоголь, канцерогены, гормоны, химия, которой сейчас очень много в питании. Дефицит – это витамины, минералы, ферменты, аминокислоты, белок, полинасыщенные жирные кислоты. На нашу жизнь постоянно влияют факторы стресса, и этот стресс мы часто заедаем. Что это, плохая привычка? Вовсе нет. Чтобы преодолеть стресс, организму нужны витамины группы В, холин, л-карнитин, железо, коэнзим Q10 – все эти элементы должны поступать с пищей. Проблема не в самой привычке заедать стресс. Проблема в том, что наша еда изменилась. В ней нет питательных веществ в том количестве, которое поможет справиться с последствиями стресса. По этой же причине люди переедают. Организм голоден на клеточном уровне и требует питательные вещества. Мы едим то, что наполняет наш желудок, но плохо питает наши клетки. В организм должны поступать 12 витаминов, 20 аминокислот, 15 минералов, 3 полинасыщенные жирные кислоты, 7 ферментов. По данным НИИ питания рамн, дефицит основных микро- и макроэлементов имеют 90% населения Земли. Вот официальная статистика, которая показывает процент людей, испытывающих дефицит в конкретном элементе. Витамин D – 91%. От этого страдает иммунная и сердечно-сосудистая системы, повышается риск возникновения рака, снижается концентрация внимания и память, возникают депрессивные состояния. 95% населения испытывают дефицит этого элемента. Недостаток селена приводит к хронической усталости, является фактором развития болезней сердца, гипертонии, язвенной болезни, неврозов и других болезней нашей цивилизации. 81,5% людей испытывают дефицит омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Недостаток омега-3 провоцирует угасание умственной способности. Увидает кожа. Увеличивается риск онкозаболеваний. 81% людей испытывают дефицит в витамине В9. Страдает нервная система. Возрастает риск инсультов, инфарктов, коронарных синдромов. Появляется раздражительность, ухудшается сон. Витамин В2 – 74%. Один из самых важных витаминов для поддержания здоровья человека. Является одним из главных компонентов, стимулирующих рост и развитие ребенка. Цинк – 98%. Отвечает за синтез тестостерона. Недостаток тестостерона приводит к снижению потенции. Увеличивается риск возникновения инфаркта. Витамин С – 72%. Недостаток витамина С приводит к множеству заболеваний. Снижается иммунитет. Ухудшается состояние кровеносных сосудов и капилляров. Витамин С помогает в борьбе с вирусными недугами, а также при лечении рака. Недостаток кальция испытывают 60% населения. Недостаток кальция – это не только удар по костной ткани, зубам и волосам. Нарушается тонус стенок сосудов. Автоматически повышается давление крови. А это серьезный удар по сердечно-сосудистой системе. Научные исследования показали резкое снижение пищевой ценности овощей и фруктов. Для большей наглядности приведем пример содержания витаминов и минералов в 100 граммах фруктов и овощей в 1985 и 2002 годах. Мы видим, что брокколи, фасоль, морковь, шпинат, яблоко, банан, клубника за 17 лет практически втрое потеряли ценность в питательных веществах. Этому исследованию 20 лет. Очевидно, что содержание питательных веществ снизилось за это время еще больше. Поэтому мы не восполняем дефицит необходимых нам полезных элементов с приемом пищи. Пример. В сутки человеку необходимо 600 ме витамина D. Чтобы получить эти 600 ме с пищей, нужно съесть яичных желтков 30 штук, либо съесть 1200 грамм сметаны, 1150 грамм сливочного масла или 250 грамм лосося, либо 1300 грамм сыра. Развитие нашего организма подобно строительству дома. В состав бетонного раствора входят цемент, щебень, песок и вода в определенной пропорции. Что получится, если в этот состав не доложить какой-либо ингредиент или нарушить пропорцию? Вывод следующий. В современном мире составить полноценное меню из обычных продуктов питания невозможно. Обязательно будут присутствовать вредные избытки и развиваться дефицит полезных веществ. Что делать, как исправить ситуацию? Решение следующее. Использовать биологически активные добавки к пище и функциональное питание. Да-да, именно БАДы. Сегодня считать их химией или говорить «я в это не верю» не только глупо, но и опасно. Сегодня использование многих биологически активных добавок клинически обосновано, а их польза для организма доказана многочисленными исследованиями. Правило второе. Включите в ежедневный рацион биологически активные добавки. Покупайте БАДы крупных производителей с хорошей репутацией, давно присутствующих на рынке и зарекомендовавших себя. И отдавайте предпочтение натуральным биологически активным добавкам, а не синтетическим препаратам с большим перечнем улучшителей и консервантов. Мы обсудили две составляющие нашей формулы – актив и билдинг. Теперь что касается клининг. Зачем и от чего очищать наш организм? Как было сказано выше, наше питание содержит недостаточное количество микро- и макроэлементов. Проблема усугубляется тем, что организм, пропускающий через себя еду, содержащую заменители, улучшители, красители, начинает хуже всасывать питательные вещества. От нашего питания ворсинки в пищеварительной системе слипаются, кишечник начинает покрываться тонким слоем из микрочастиц пищи. Всасываемость питательных веществ существенно снижается. Это похоже на махровое полотенце, которое теряет способность впитывать воду, когда становится грязным и засаленным. Питательные вещества всасываются из пищеварительной системы, ферментируются и расщепляются, проникая в кровь и лимфатическую систему. Каждую клетку омывает межклеточная жидкость. Из нее в клетку поступают питательные вещества, и в нее же клетка выбрасывает отработанные продукты обмена. По причине неправильного питания межклеточная жидкость не успевает очищаться, происходит ее засорение, и питательным веществам сложнее попадать в клетку. Если не очищать кишечник и межклеточную жидкость, организм обречен на клеточное голодание, даже если принимать биологически активные добавки дополнительно с пищей. Поэтому правило номер три. Не реже, чем раз в полгода проходите детокс программы. Очищайте кишечник и межклеточное пространство. Не знаете как? Изучите этот вопрос самостоятельно или обратитесь к специалисту. Четвертая составляющая нашей формулы – это дефенс, защита. Зачем и от чего защищать наш организм? В первую очередь от окислительного стресса. Это процесс повреждения клетки в результате окисления. Это когда антиоксиданты организма не справляются с атакой молекул свободных радикалов. Они бесконтрольно множатся и поражают здоровые клетки организма. Оксидативный стресс наносит серьезный удар по костной и сердечно-сосудистой системам. Страдает печень, почки, мозг, увядает кожа. Человек быстро и заметно стареет. Этот процесс можно сравнить с разрушением кузова автомобиля, который под воздействием окисления ржавеет и покрывается коррозией или окислением порезанного яблока. Поэтому правило номер четыре. Включите в рацион продукты питания и биологически активные добавки, содержащие антиоксиданты. Также следует предотвратить ацидоз. Это повышенная кислотность, дисбаланс pH организма. В этом состоянии организм плохо усваивает минералы. От недостатка минералов страдают жизненно важные органы. Ацидоз может вредить организму незаметно, но постоянно. Снижается иммунитет, человек набирает вес, увеличивается риск возникновения сахарного диабета. Образование камней в почках, общая слабость, боли в суставах и мышцах. Организм плохо восстанавливается после сна и физических нагрузок. Кислотная среда организма – это идеальное условие для развития болезнетворных бактерий, вирусов, грибков и раковых клеток. И наоборот, в щелочной среде они не развиваются. Поэтому правило номер пять. Включите в рацион биологически активные добавки и ешьте продукты, которые ощелачивают организм. Меньше ешьте продукты, которые закисляют организм. Ознакомьтесь с таблицей продуктов, которые окисляют и ощелачивают организм. Правило шесть. Пейте полтора-два литра воды в день. Не чай, не кипяченую воду, не соки, а именно воду. Клетка нуждается в живой воде. Она выполняет транспортную функцию питания и очищения клетки. Есть научные исследования, подтверждающие, что люди решают множество проблем со здоровьем с помощью одной лишь воды. Вода должна быть первая, чистая, без примесей, лекарств, гормонов, химикатов и солей тяжелых металлов, без грибов, паразитов, вирусов, бактерий. Второе, минерализованная. Не пейте дистиллированную воду. Это приведет к истощению организма. Вода должна быть обогащена солями кальция, магния и другими минералами, микро- и макроэлементами. И третья, вода должна быть слабощелочная. Вода должна соответствовать уровню pH организма. Кровь, лимфа, внутриклеточная и межклеточная жидкость имеют щелочную среду. К сожалению, чаще всего бутилированная вода имеет кислый показатель pH в районе 5-6. Это опасно для здоровья. Идеальный pH воды 7,4. Правило 7. Придерживайтесь шкалы голод-насыщения. Для этого изучите данную таблицу. Она помогает эффективнее прислушиваться к организму и принимать правильные решения. Красным помечены состояния, которые нужно избегать. Желтым – это состояние, в котором нам нужно включать внимание, потому что остался буквально один шаг до того, чтобы спуститься в красную зону. Человеку нужно стремиться оставаться в пределах зеленой зоны. Это когда ты либо слегка голоден, либо полусыт, либо не голоден, не сыт. Это позволит не создавать в организме инсулиновые всплески. Важно научиться слушать себя, чувствовать свой организм, чтобы безошибочно определять, на каком уровне по шкале голод-насыщения вы находитесь прямо сейчас. Не доводите себя до голода. Носите еду с собой. Не важно, что это будет. Контейнер с котлеткой, термос с горячим чаем, ланчбокс с бутербродом. Главное, чтобы вы знали, в любой ситуации всегда под рукой есть чем перекусить. И не переедайте. Как только почувствуете желудок полным, нужно перестать есть. При этом не должно быть оправданий. Неудобно перед хозяйкой, жалко выбрасывать, за это заплачено. Просто накладывайте порции меньше, если еда остается. Правило номер восемь. Правило одной-второй тарелки. Старайтесь, чтобы в вашей тарелке было 50% овощей, 25% – это продукты, содержащие белок, и 25% – это цельнозерновые продукты или крахмалистые овощи. Правило номер девять. Никаких диет. Насильственное лишение организма пищи с целью похудеть – это самое ужасное, что можно с ним сделать. При таком голодании тело теряет воду и мышечную ткань в первую очередь. Как показывает практика, после насильного голодания происходит срыв и вес возвращается снова, только уже в качестве жировой ткани. То есть человек теряет мышцы и воду, а приобретает жир. Правило десять. Высыпайтесь. Сон – это источник прекрасного настроения, хорошего самочувствия и, конечно же, нашей красоты. Ученые установили, что люди, которые ночью спят одинаковое количество часов, живут дольше тех, у кого меняется длительность сна. Это были десять правил, которые помогут жить дольше и чувствовать себя превосходно. Что дальше? Как применить полученные знания? Пройдите бесплатную консультацию и начните улучшать свое здоровье прямо сейчас. Свяжитесь с партнером, который дал вам ссылку на прохождение онлайн-теста по здоровью. Он поможет вам внедрить эти знания в вашу жизнь. И вы почувствуете, как изменится ваше здоровье. Станет больше энергии. Снизится раздражительность и утомляемость. Вы будете меньше болеть, хорошо себя чувствовать и выглядеть моложе.